На этот раз очень стал собран в диете висогонки. Последний раз получилась тяжелая висогонка и очень тяжелая висогонка была там до утра делали последний день завершенный вес. На этот раз не хочу этих ошибок повторять и очень серьезно отношусь к своей диете, что кушать, что нет. И поменяли тренировочный процесс. Больше начали бороться, больше спаррингов. Хочется побыстрее закрыть свои поражения и уже быть на ходу, быть в строю. И обязательно хотел до Рамадана подраться, потому что там уже потом Рамадан месяц. Потом надо форму набирать, пахать два-три месяца. Это уже большой, простой получается. Хотел до Рамадана подраться и потом уже что-то отдохнуть после боя Ишала и закрыть свои поражения. У меня контракт с Горилой Пайтер. Я подписал его уже четыре, наверное, месяца, пять месяцев назад. И я им очень благодарен. Они меня спонсируют. Они сейчас делают большой такой акцент на спорт. Они, я слышал, даже читал где-то, что купили организацию «Битвы на Волге». Сейчас она будет называться «Горилла Файтер». Ну, так скажем, мне нравится все это. Я уже давно, наверное, немало в этом спорте. И с этой командой, с тренером Мурмагайдов Думанапа. И мы команда. Мы всегда были командой. Мы выступали вместе, дрались, готовились. Мы тренируемся в одном зале. Мы видимся каждый день. И это очень, я считаю, круто. Дальше и в этом направлении вместе держаться в команде. Ведь все равно на всеуле Всевышнего. Победы и поражения от Всевышнего приходят по-любому. Как бы ты ни хотел выиграть, если предписано этому, это так и будет. И мы уже понимаем, что когда человек понимает, что многое происходящее вокруг от Всевышнего, и хорошее, и плохое, ты более легко воспринимаешь все это. Изначально я ходил на борьбу. У меня даже дома грамма, то есть 26 килограмм. Это очень давно было. До 16 лет ходил на борьбу. Потом в бои перешел. Лето в 17 лет на бои перешел. К Азамату Гашимову перешел на бои. Туда ходил года 2-3. Ходил, ходил. Потом в 12-ю школу перешел к Адуманапу. В 2017 году я дрался на чемпионате мира. Боевой самбо. Профессиональный боевой самбо. Вышел финал. И так получилось. И ступил таджиком вторым столом. Я вел. Я взял на борьбу. Повалил, взял на борьбу. Зашел на борьбу. И душил, душил. Он не сдавался. И как-то вышел. И потом исход такой получился. Я проиграл. Какая была реакция в Адуманапу? Ну, какая. Ничего не сказал. Недовольный сидел. Сказал, как ты мог треугольник отпустить. И все. Настроен был. Но я хотел выступить по профессионалам. Давно хотел. И вот где-то месяц назад мне Хабиб сказал. Готовься. Короче, на 3 мая у тебя будет бой. И я, конечно, был рад. И начал дальше подготовку продолжать. Готовился, как обычно, в своем зале в 12-й школе. Как узнал, что медали пробовали. Агуски увеличил. Начал режим соблюдать. Иногда не получалось вставать на утреннюю пробежку или в зал пойти. А вот как бой назначили, уже какая-то мотивация есть. Вставал по утрам каждый раз и два раза в день пахал. Где-то последний месяц, два месяца. Думаю, подвигаться немного в стойке, повалить, контроль. Если получится, досрочно выиграть. Как получится? Посмотрим. Нацелен только выиграть.